Добрый день, добрый вечер, уважаемые любители футбола, юношеского футбола, потому что в эфире очередной матч юношеской футбольной лиги Юг-2. 12-й тур, потому что его величество футбол должен выйти на первое место. И игра стартовала в исполнении Грозницев для того, чтобы разбежаться. Нет, не для этого удар Каимова и на месте Николай Дюжев. Это такой оригинальный розыгрыш. Что ж, можно поаплодировать. И вот сейчас атака, Эльбердов идет в обыгрыш, уходит от 1-го, 2-го и можно бить. Прогулка продолжается, подкат. И что показывает арбитр в мяч, а Николай Дюжев уже этот самый мяч в руках держит. Атака ударом завершилась, но вновь не самым опасным. Он с мячом, продолжает его контролировать, сближается с защитником, бьет и вот Николай Дюжев уже вынужден команду свою выручать. Никакого такого прыжка кошачьего не под... Ну и следим за этим стандартом. Подача. Мяч летит под перекладину Дюжев. Выуживает его оттуда, а дальше спартаковские защитники мяч выносят. И он уже от игрока Рамзана укатывается. Ассистов у него 2. Ну а пока атака. Грозненцев здесь хорошо так раскатывают мяч, выводят игрока на удар. Мяч летит, кажется, в самый угол, но проходит рядышком. Сантиметры от штанги и все ближе, и все опаснее. Тимченко 11 матчей из 12. Да, провел опасно удары. Что происходит? Как сейчас? Как сейчас не удается открыть счет в этой встрече? И победит лидер. Здесь же команды по турниру таблицы близки друг к другу, поэтому мы про нее и договорились не вспоминать. Опасно надо забивать уже! Что за голкипер, что за умница? Просто фантастика. Пока он главный герой Спартака. Вновь мяч к Жигнову вернулся. Еще один заброс в штрафную. И здесь... И здесь Ахмед Кумышев. Рамзан так паутиной своих передач окутывает штрафную. Еще один удар и вновь Дюжев. И еще добивание. И теперь не точно. Ну что ж, преимущество начинает становиться уже не точно. Уверенно действует Исмаил Жабоев. А это Гацив. Удар! Мяч над перекладиной облизнул сетку. И вот длинная передача вперед. Эльбердов. И мяч проходит. Мяч проходит. Ну а здесь... Не катится! А здесь Каимов. Прострел. Кто замкнет передачу? Будет удар. Да! Но мяч летит выше. Окоснулся его Дюжев. А похоже, что да. Похоже, что да. Похоже, очередной угловой. И похоже... Эльбердов. Пошел в обыгрыш. Над Хаитлова обошел его. О, Эльбердов дальше двигается. И здесь дальний удар. И мяч под перекладину залетает. Что за гол? Галиссимо! Вот это да! Вот это красотища! 1-0 в Грозном. И даже великолепный Николай Дюжев ничего не сумел здесь предпринять. Мяч залетел строго под перекладину. Вот это голешник! Это Тимченко, а дальше Нуркаев. Посмотрите, как здорово устался на ногах. Нуркаев смещается в центр и ищет возможность. Что? Отдать передачу? Пробить? Пробить! Удар! Гол! Гол! Джабраил Нуркаев просто, просто персонально великолепно все сделал. На индивидуальном мастерстве разобрался практически со всей спартаковской командой и отправил мяч в сетку. 2-0. Но все, тут уже у нас параллели с матчем UFL и Юг-3 закачиваются. Тут уже свою собственную историю не собирается. Команда идет вперед. Команда чувствует себя прекрасно. И вот еще один момент. В убойной позиции находился сейчас Ростислав Тимченко. Удар. Дюжев на месте. В чемпионате России в зоне ЮФО и СКФО. Играют 9-й и 10-й год. Дальний удар. Первый удар в створ. Его наносит Абидоков. Ну что ж, с Почином. Команда, которая в целом способна совершить камбэк. Но это мы уже все будем наблюдать во втором тайме, если будет. Разбег. И удар. Ну, так мяч. Разгоняет ее. Игрок в белой форме. Громко. Здесь, конечно, есть ребята, симпатизирующие Ахмату. Ну, а пока Абдулкаимов выкатывает мяч Нуркаеву. Нуркаев бьет. И просто не попадает в угол. Сейчас Джабраил Нуркаев. Какая атака. Там почувствовали, что нельзя Спартаку тоже давать волю. Нужно просто продолжать в большей степени играть. Так как в первом тайме хорошая атака. Надо забивать. И мяч проходит просто. Как-то вывернулся из ворот сейчас игровой снаряд. Просто чуть-чуть не так исполнил передачу на него. Паритов, по-моему. Но атака Спартака еще не закончена. Паритов замыкать. Марат Захмешев угадал с заменой. Но сам Марат сейчас стоял на бровке и разводил руками. А в это время Абдулкаимов. Он все делает правильно. Оставляет под удар. И дальше Николай Дюжев великолепен. В очередной раз. Сколько уже спасения от этого спартаковского голкипера мы сегодня увидели. Но я не знаю, если это не заявка на то, чтобы... Независимо ни от какого результата... Реакция. Все это продемонстрировал Дюжев. Подача Эльбердова. Удар через себя. Мяч попадает Спартаковца. Это Жабоев не позволяет. Сейчас тоже состоятся довольно красивым угол. Зависла Паритов. Идет в обыгры Шельнур. Передача на Жигунова. Марат прострел. Но кто замкнет? Будет ли завершение? Явно не такого завершения ждала эта атака. Явно она была достойна большего. Но этого большего не случилось. И поэтому Рамз встречается с мячом Шапаров. Что дальше он будет делать? Довес. И пожалуйста, какой момент? Мартин Чеченов сейчас чуть было сам для себя. А вот у Рамзана с завершением, особенно в первом тайме, все в порядке. Было Акаима в удар Дюжев судейской бригады. Все, свисток или свистки. Арбитра, возвещающая о том, что игра закончена. Давайте поздравим Академию футбола Рамзан с победой. С красивой победой. Потому что она была достигнута благодаря красивым голам.